Вот больше реально не было никакого времени, чтобы посверлить, именно в тот момент, когда я записываю видос. Промо за промо, друзья, выходит, я не успеваю просто следить и наслаждаться карточками, которые выпускает Electronic Arts. Следующая промо, TrackStars называется, выйдет уже через 8 часов. Кстати, сегодня, возможно, стримчанские на твиче будут, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, там еще будет анонсик. Сегодня мы будем прощаться с Центурионами, исходя из прошлого видоса, вы видели то, что я поймал себе Замброту, 100 матчей уже за него отыграл, вот такая вот красивая цифра. И даже один гол забил. А вы знаете, я вам даже покажу этот гол, вы посмотрите на этот невероятный навесик от Дэвида Бекхэма, и Замброта заколачивает в ближний. Как все раступились по скрипту, друзья, вот я иногда пересматриваю голы и просто охреневаю, в моменте я, возможно, не сразу этого замечаю, но вы посмотрите, как игроки расступаются все перед Замбротой, ну что за чушь. А это на чек пики за третий дивизион. В первом пике мне упал Гюндаган, а во втором пике мне снова упал Гюндаган. Такая вот красивая история. И да, я, наверное, вам уже спойлернул немножко обновление в моем составе. Дэвид Бекхэм, встречайте, 1 миллион 200 тысяч, 25 матчей, 7 плюс 28, восторг невероятный. Также я решил прикупить себе Динатали за 2 миллиона. 25 матчей, 33 плюс 13. Чуваки, ну вот я поймал себя на такой мысли, что я запарился уже эти монеты хранить, ждать чуда, что мне кто-то в антрейде там невероятный упадет. И я решил, что хочу играть здесь и сейчас. Да, по монетам я, наверное, в стенку влечу, но похер. По контенту что, спросите вы, друзья? А промики? Промики сами себя не откроют, подумал я и решил записать видеоролик. Также улучшим кумира. В очередной раз попытаемся поймать себе Клюверта. Ну и еще пару слов про Динатали и Бекхэма. Ну, вдруг кто-то захочет их себе приобрести. Просто начекайте сумасшедшие финесы от Динатали. И вообще вот эта вот связочка Бекхэм плюс Динатали работает просто идеально. Бекхэм шикарный пасик отдает, а Динатали сбивает шикарный финесик. Вот еще яркий пример того, почему я купил себе Дэвида Бекхэма. Посмотрите вот на этот не самый очевидный пас слабой ногой, как хорошо летит на Динатали. Кстати, у Бекхэма тоже есть эти самые финесики. Посмотрите, они хоть у него не золотые, но летят как золотые, по ощущениям. Кстати, пауэршоты у него тоже имеются. Посмотрите на эту красоту. На! Красота! На! Еще одна красота! Ну и конечно же, друзья, перед тем, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это компания Винлайн. Ссылочку на мой Телеграм вы найдете в описании. Там переходите по закрепу и забирайте бонус от моих партнеров. А если вам нужны монетки, EFC, FIFA поинты, все, что душе угодно. Мой сайт PandaStore также будет в описании. Так, ну давайте начнем с продаваемых паков. В них я вообще не верю. 180 тысяч. Давайте откроем. Начало более чем. Так, в аренде у нас, как обычно, одни и те же падают. Так, давайте за 65 тысяч откроем пакетик. Опа, Центурион имеется. Пацаны, кто? Кто этот гений? О! Донорума. Он у меня какое-то время в основе играл, но что-то в моменте он перестал играть. Я думал, что я нашел лучшего голкипера в этой игре, но что-то где-то в моменте был поворот не туда. А у вас бывает такое, друзья? Вот вы встречаетесь против какого-то голкипера. В данном случае Куртуа. 9 сейвов из 10 ударов в сторону вчера сделал. Я, конечно, дико от такого охренел и решил прикупить его себе. Это мой Куртуа. Один сейв из трех ударов в створ я в этом матче проебал. Это я, собственно, к чему говорю. Потому что не стоит никогда отталкиваться от мнения кого-то, кто сказал, что тот или иной голкипер это что-то невероятное. Потому что в одном матче он у вас может играть грандиозно, в следующем может обосраться и привести какую-то срань. Поэтому это всегда рандом какой-то полнейший. Так, давайте откроем теперь вот этот вот пак. За 220 тысяч 15 игроков, 84 или выше, 1,86. Звучит как скам. А скам я люблю, поэтому открываю. По модельке непонятно, ЦП. Ага, Кевин Дебрюнок. Чё за ним? Может быть, МПП? Мапелеон. Слушайте, хайрейт неплохой. Так, ещё и Кукурелья тут упал, 85-й. Так, ну и Кумира Центуриона в аренду. Кого? Пощупаем. Так, Ванни Столрой. Неинтересно, Замбро Тест. Ну, Файнштайгера давайте попробуем на 10 матчей. Так, ну давайте ещё один за 180 тысяч откроем. Продаваемый. Опа, Центурион, Волкаут. Есть, отлично. Супер. Кто? ЦЗ. Педри. И, собственно, Дансон. Да, спасибо. Да, какой кошмар. И чё мне с этим делать предлагаете? Так, в аренде, как обычно, одни и те же. Вот ты вроде и думаешь, прикольная промо. Есть кумиры, есть какие-то интересные карточки. Ну, падает одна срань. Да, я не хочу жаловаться. Хотя при этом я жалуюсь, мне упал заброт. Там в первые минуты промо. Но в остальном, ну, прям дичь полнейшая. Ну, вот я вам сейчас покажу все типы, которые мне попадали. Типа, Эмрэй Джан, Манчини, Морена, Ля Ботко, Дансо, Кокки, Наус. Ну, в общем, все задних пар. Так, ну и перед кумиром, друзья, давайте откроем, наверное, один пак с героем. Хотел что-то сказать, какую-то речь перед открытием. Ну, ни во что не верю, поэтому. Давайте. Куда я отдаю 380 тысяч? На какого героя? Опять Литманин, что ли? Да нет, не может быть. Это Фиоллер. Или, подожди, это Фиоллер. Отлично, слушайте. За Фиоллера можно поиграть. За Фиоллера можно-то поиграть. Отлично. Супер. Карта. Подождите. А, это чудо. Пейс 89. Удары 90. Дриблинг более-менее. Физуха. Отличная карта. Так, что у него? Блин, конечно, парашют херня полная. Из бараньи башка, магнит, акробат. Летает, ракетит и финесит. Ну, слушайте, ребята. Пендрется не буду. Вы не поверьте, а я как раз таки думал, кого же поставить вместо Нунеза в атаку. Потому что, ну, честно сказать, карта... Карта загадка пока что для меня. Я так и не понял, нравится он мне или нет. То он какие-то невероятные мячи сбивает, то он, блядь, с метра промахивается. Все-таки финишинг 86 дает о себе знать. Поэтому давай Фиоллера затестируем. В очередной раз выебнусь своим уловом в кумирах. Так, ну че, предлагаю чекнуть по остаткам. Я уже как будто бы в стену въебался. Я не верю, что есть что-то хорошее. А, подождите. А что это? 63 физуха и 90 триблинг. Что это в теории может быть? Я пока не знаю. Передача 88. Бля, удар говно. Скорость говно. Бля, это Лаудруб какой-то может быть, да? Ёб твою мать. Ну какой скам? Как я забайтился на дриблинг 90. Ёб твою. Вот он, друзья, очередняра. Вот он, очередняра. Лаудруб на базу. Ну и получается вот такая вот пятерка великая. Шевченко, Кинг, Лювер, Тейеру, Лаудруб. Я уж не знаю, блядь. Вот не могли мне пяти дать? У него рейтинг 8-7. Так, в общем-то, друзья, с этого аккаунта мы ливаем. Как будто бы в целом, если подводить итоги всего промо Центуриона, ну, Замброта. Спасибо. Сотку матча отыграл. За Бекхама спасибо. Очень интересная карточка, но я ее купил. Поймать я ее, к сожалению, не смог. Так, друзья, мы на моем втором аккаунте, где я собираю сборную России. Если вы видели мой последний ролик, вы видели, что я начал качать Аздоева и Захаряна. Ну, поздравьте меня, я с этой миссией справился. И того, и другого прокачал. Просто на чек, как чувствуется, R1 Захаряна. Просто посмотрите на его невероятный дриблинг. Ну, это какой-то невероятный бист. Бистовский, пацаны, вам не кажется? Еще раз на чек, как он проходит. Как нож сквозь масло через всю оборону моего соперника. Охренеть. Хотел вам показать кумиров и героев, которые на этом аккаунте падают. И сразу видно, какой аккаунт подкручен, а какой нет. Две сборки на героя в вышке. Две сборки на кумиров в вышке. Ну, ладно, Кабдевиля еще, конечно, под сомнением. Так, 20 игроков, 75+. Не знаю, что это такое, но вряд ли что-то здесь упадет. Опа, Ливандувский, Рейтен, Сомер. Слушайте, а что-то упало, нормально. О! Это предпросмотр? Че, блядь? Кто это? Барт. Ну, спасибо. Так, ну че, погнали, пацаны. Пак за 65 тысяч открываем. Так, 87, 86. Нормально. Так, одни и те же уебки. Спасибо. Так, еще один пакетик за 65 тысяч. Без промо, к сожалению. Но волкаут есть тоже хорошо. Вратарь. Это облако, хороший рейтинг. Спасибо и на этом. Так, здесь, как обычно, одни и те же уебки. Пак за 220 тысяч. Самое интересное, как по мне. Смотрим, промик будет? Промик будет. Хорошо. Волкаут есть. Правый защитник. Испанец. Ла Лига. Это Хесус Навас. Харри Кейн. 90 рейтинг. Спасибо. Так, ну и один из трех кумиров в аренду. Кэмпбелл. Лаудруб. Вандерсар. Возьму Кэмпбелла. 225 тысяч. Блядь, голда обычно. Ну, е-мое. Братарь. Бельгиец. Это Куртуис. Какая-то херотень. Минди упал. Сколько он сейчас, кстати, стоит? Ну, до сих пор какие-то бабки и стоят. Так, ну и давайте один за 180 откроем. Это продаваемый. Кстати, ну-ка, смотрим. Может быть, Окубл, Цапник, португалец из АПЛ. Да ладно, это Бруно. Чего? Вот это красивый волкаут. Бруно плюс Криштиану Рунальду. Так, подождите. Я не хочу раньше времени устраивать тут грандиозную вещинку. Но мне кажется, мне кажется, Бруно Фернандеш может что-то стоить. Тысяч триста. О-о-о-о. Семьсот пять тысяч. Чего, блядь? Пацаны, ну это какой-то нереально лакерный аккаунт. Яшники умеют удивлять. Это шок-контент, пацаны. Продаваемый Бруно Фернандеш. Чего, блядь? Ну, слушайте, давайте на радостях откроем еще один за 180 тысяч. Опять, опять Сумпурион. Может быть, опять что-нибудь продаваемое? Правозащитник, испанец. Ну, это уже классический парень. Вряд ли он будет стоить миллиарды денег. Но Бруно Фернандеш за семьсот тысяч. Это ввэшка определенно точно. Спасибо. Так, ну что, друзья, забрали у нас Бруно Фернандеша за семьсот тысяч. И чё, осталось открыть пак с кумиром? Открываю. Поехали. Постараемся опять же по остаткам угадать и чекнуть. Так, ну давайте смотреть. 66 физуха. Да. Да нет, ну подождите. Но это ж не может быть правдой. Ну, вот не говорите, что это Лаудруб опять. А, нет, это не Лаудруб. Я уже такой думал, что это Лаудруб. А это Рикельми. Просто физуха плюс-минус одинаковая была. И дриблинг 90. Да. Вот вам, собственно, и вьёб в стену. Первый на этом аккаунте. Прям серьёзный. А есть вот более бесполезный талант, чем изящество плюс. Мне кажется, даже дальнее вбрасывание не такое бесполезное, как изящество. Так или иначе, дроп получился у меня отличнейший. Спасибо всем, кто посмотрел данный видеоролик. Сегодня в 9 часов опять же выходит новая промо. Постараюсь запустить трансляцию. Если все звёзды сойдутся, в 9 часов встретимся на Твич-канале. Пишите в комментариях, как вам эта промо. Что самое лучшее вам упало. Ну и в целом, любой фидбэк будет приятен. Лайки, комменты. С вами был я, Пандус Фиксович. И всем хорошего настроения. Чао, какао. Ну что, друзья, город засыпает и просыпаются любители FIFA Mobile. Уже некой традицией становится открывать пакетики FIFA Mobile после основного видеоролика. Сейчас у меня составчик преобразился до 107-го рейтинга. Прикупил я все Зидана. Прокачал Павловича. Можно в целом до 106-го его качнуть, но есть чучка, что что-то ещё грандиозным не упадёт. Ну, поехали. Пак за 200 поинтов. Так, ну это херня полная. Так, вот здесь вот, ребята, чувствую. Франция. ЦЗ. Ивентус. Калулу. Кто там? Да, это Калулу. 98 рейтинг. Блин, выше 98 рейтинга, что-то мы никак не прыгнем. Так, вот, ребята. Пак моей мечты. Тут минимальный рейтинг 101. Блин, какого-нибудь Роберта Карлоса было бы с кайфом сейчас поймать. Полторы тысячи поинтов. Нормально так грабят. Бельгия Куртуис. Кто там? ЦОП. Челси. Кто там? Что-то я даже не знаю. О, 102 Лавия. Блядь, а я уже Павловича начал качать. Но он тоже изначально 102-й был. Бля, к сожалению, пак нам ничего не принёс, кроме разочарования. Так, ну и за 2000 поинтов тоже интересный пак. Тут сразу два игрока. С сотого рейтинга плюс полетели. И вот оно, ребята. То, ради чего мы здесь собрались. Испанец. Элзе. Челси. Кукурелья. Или кто там? Кто там может быть? 101. О, вот это, кстати, чувак в основу. Вот это неплохо. А кто второй? Второй Горецко. Ну, как будто бы, если его на три ранга прокачать. 101, 102, 103, 104. Он будет 104-м. И вместо Азамброта можно поставить. Но чё-то не знаю. Стоит ли игра свеч? Я подумаю. О, вот это Не покажете. Продолжение следует...